МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Выезд на встречную полосу на участке дороги, где это запрещено, привел к 28 дорожно-транспортным происшествиям, в которых 11 человек погибли и 45 получили телесные повреждения. Напоминаем, что за нарушение правил обгона предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком до 1 года либо без лишения. С сегодняшнего дня до 25 февраля сотрудники госавтоинспекции Гомельской области будут проводить массированную отработку автомобильной дороги М5 Минск-Гомель, используя гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением требований правил дорожного движения. Наряды ДПС будут выставлены в местах, имеющих повышенную вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий. Два пакета на свае изъяли правоохранители у несовершеннолетнего гомельчанина. Парня 2000 года рождения задержали на Прутковском рынке. При себе он имел более 6,5 килограммов на свае в нерасфасованном виде. В отношении правонарушителя составлен административный протокол. Ему грозит выплата штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин. В Петриковском, Мозырьском, Брагинском районах зафиксированы подтопления. Однако проезд легкового и грузового транспорта на подтопленных участках автомобильных дорог возможен. Жизнедеятельность в прилегающих населенных пунктах не нарушена. Но на Припяти возле Петрикова уровень воды близок к опасной высокой отметке. До ее достижения остается 8 сантиметров. При суточном росте – 1 сантиметр. В ближайшие дни в связи с сохранением морозной погоды и усилением ледообразовательных процессов на отдельных участках рек возможны резкие суточные колебания уровней воды. Такой обзор событий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.